С 2016 года школьники и студенты Крыма в обязательном порядке будут сдавать нормы ГТО. В республике к этому уже активно готовятся. Для того, чтобы молодежь тренировалась, в Ялте открыли современную новую спортивную площадку. Установили разнообразные турники и брусья. Первыми опробовали спортивные снаряды атлеты, а с ними и наш корреспондент Артем Артеменко. Будь готов к труду и обороне, зовет Родина. Будь готов, будь сильным, закаленным, мужественным. В марте 1931 года Всесоюзный совет физической культуры и спорта учреждает комплекс ГТО. Готов к труду и обороне. Вплоть до развала СССР нормативы сдавали школьники, студенты и старшее население страны. После 23-летней паузы нормы ГТО вернулись в Россию. Вернулись они и в Крым. Даниил Черняк воркаутом занимается с 10 лет. Сейчас ему 16. Заниматься спортом парня вдохновил отец. Даниил упорно тренируется по 2-3 часа. Едва ли не ежедневно. Нормы ГТО сдавать полностью готов. С удовольствием делится личными наработками. Честно, секретов никаких нет. Просто нужно заниматься силовой выносливостью и вообще выносливостью своих мышц, подтягиваться, отжимания, основная база. И потом уже просто переходить на разные элементы. Возможности тренироваться на современных спортивных снарядах у крымчан постепенно появляются. Все нравится. Очень классно. Поддержка именно людей. Это самое главное. Чтобы смотрели, учились подрастающее поколение. В Ялте к вопросу ГТО подошли ответственно. Открыли специализированную площадку. Здесь любители физкультуры могут привести мышцы в тонус. А бывалые спортсмены имеют возможность отточить имеющиеся навыки. На строительство этой площадки подразделили около миллиона рублей. Теперь ялтинцы могут на этих прикладинах готовиться к сдаче норм ГТО, которые, кстати, обязательны для всех первокрымские. В этом плане не исключение. Эта новая площадка уже шестая по счету в Крыму. Обещают, что дальше будет только больше. Это как образец. И мы хотим сейчас внедрить это и в других организациях. Целая программа сейчас готовится к оказанию вам помощи. Дай бог, чтобы площадки были хорошими, народ занимались. В дальнейшем мы планируем в том числе и реконструкцию этого футбольного поля, замену покрытия и беговых дорожек. То есть у нас задачи достаточно обширные, глубокие и с далекой перспективой. Пока Крым по спортивной инфраструктуре сильно отстает от других субъектов России. В этом году нормы ГТО сдавали только желающие. Но уже с января 2016-го они будут обязательны для школьников и студентов. А с 2017-го года комплекс упражнений «Готов к труду и обороне» предстоит выполнять всем возрастным группам. Владимир Владимирович Путин нам дал задачу номер один. К 20-му году, чтобы 30% населения занимались физической культурой и спортом. А именно такие площадки – это, наверное, первая ласточка, которая дает возможность привлечь жителей к занятиям физической культуры и спортом. Наградой для сдавших ГТО будут бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия, соответствующие трем видам сложности. Артем Артёменко, Александр Смычек. Время новостей. Ялта.